Вот такой переходящий кубок ДСАФ Советского Союза, он вручался, ну как кубок Стэнли, который каждый год вручается лучшей команде в сезоне. Вот начиная с 1973 года наш клуб завоевывал подряд шесть раз. В Балаковском музее спортивной славы необычные гости, будущие гонщики из Краснокамска. Для них проводят экскурсию и рассказывают, конечно, о спидвее, как зародился, развивался, какими достижениями может похвалиться Балаковская турбина. Периодический рассказ экскурсовода дополняет главный тренер команды Валерий Гордеев. Он ведь тоже часть этой спидвейной истории. Вижу брата, вот фотография, чемпионат Европы, он вторым здесь, команда наша, здесь приятно смотреть. Ну, когда уже с братом пришли заниматься, уже в детстве мечтали, что куда-то поедем, будем там выступать с сильными гонщиками, цель-то такая была. Ну и хорошо, что все получилось. И встречались, и выезжали, и ездили с австралийцами, и с англичанами, и с американцами, и со всеми европейцами много лет. Юниоры из Краснокамска приехали в Балаково для того, чтобы потренироваться у наставника турбины. Ведь в их небольшом городке хоть и много желающих заниматься спидвеем, но сам вид спорта не слишком развит. Сначала у нас стадион был на свинокомплексе, в поле сделали стадион и там гоняли, а потом уже, когда там все разрушалось, Иван Иванович, мой тренер Семиков, он построил новый стадион. Следят за этим стадионом, конкретно мы, вкладываемся тоже мы. Спонсоров практически там нету, ничего такого. Просто выживаем, как можем и все. Развития нет этого, потому что, ну что, никто не поддерживает. Я вот их вожу только в Салават, в Новосибирск, вот так вот, по первой лиге на соревнованиях. Тренер краснокамских мальчишек ищет любую возможность, чтобы его воспитанники могли получить опыт у именитых наставников. Валерий Гордеев предложил краснокамцам, приезжайте, потренируйтесь, посмотрим на успехи и, может, возьмем кого-то в турбину. Как наставник у него очень большой опыт. К ребятам подходит, сразу говорит, вот здесь делай так, здесь делай так. Позавчера выехал на тренировку, прокатился, круг подъехал, спросил, что как. Он говорит, надо входить чуть попозже. Постепенно тренирует, не как сразу там некоторые, типа, вот, все, садись, едь, как поедешь, а он постепенно, все грамотно делает. И вот команда на стадионе. Валерий Гордеев вместе с гостями готовит к заездам мотоциклы. Тренер турбины знает каждый винтик. Хоть он и не механик, но к его советам прислушиваются все. А вот на треке возникла проблема. В одном месте намок грунт, из-за чего образовалась яма. Валерий Дмитриевич сам взял лопату и принялся устранять дефект на дорожке. А между делом вспомнил, как еще недавно в команде было немало проблем. Нехватка мотоциклов для тренировок, трудности с выездом на гонки, не всегда были на это средства. Но все изменилось с приходом Фосагра. Спидвей и Балаковский филиал АО «Апатит», входящий в состав компании, связывает многолетняя общая история. Поэтому химики всегда приходят на помощь гонщикам. Как мы начали реконструкцию стадиона, они первые выделили денег, построили пять секторов для зрителей напротив старта. Ну а потом уже подключились вот эта программа спортивная Балакова. Компания Фосагра, они у нас являются титульными спонсорами. Благодаря их финансовой помощи мы приобрели и детские мотоциклы. Сейчас у нас много ребят занимается. И в этом году купим еще один мотоцикл для детей, 85 кубиков. Ну и команду содержит практически Фосагра. Для Валерия Гордеева Спидвей – это вся жизнь. Знания и опыт он передает молодежи уже много лет. И его воспитанники не раз повторяли успех своего наставника. И не зря, наверное, ему предложено присвоить звание почетного гражданина Балакова. Ведь именно благодаря его победам и достижениям его учеников наш город известен во всем мире.